Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутск сегодня вновь в прямом эфире в это время. И на телевидении, и на радио национальной обещательной компании САХА. В студии режиссёры Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Всех приветствую. Сейчас представлю гостей нашей студии. Это руководитель молодёжной биржи труда «Импульс» Центра занятости населения Республики Сахая-Якутия Иванна Дмитриевна Аргунова. Добрый день. Здравствуйте. И исполняющая обязанности начальника отдела профобучения этой биржи Екатерина Анатольевна Фёдорова. Здравствуйте. Ну, тема передачи понятна. Сегодня мы говорим о молодёжи. Об актуальности содействия и занятости молодёжи, чем, как может помочь молодым людям в поиске подходящей работы биржа труда. Как обратиться в службу занятости, о признании гражданина безработным, выплате пособия, профессиональном обучении. Ну, и другие не менее важные вопросы трудоустройства молодых людей в нашей телерадиопрограмме сегодня пойдёт речь. Вся информация, как говорится, из первых уст сегодня прозвучит. Но надо сказать, что молодёжная биржа труда существует только в городе Якутске, в столице нашей республики. В лустных районных центрах там уже своей службой занятости занимаются молодёжью. Поэтому мы сегодня будем говорить, конечно, о городе Якутске, о том, как молодёжь сегодня трудоустраивается в столице республики Саха-Якутия. Уважаемые телезрители и радиослушатели, ну, конечно, я обращаюсь к молодому поколению, нашим выпускникам, молодым специалистам, которые тоже могут принять самые активные участия, кто ищет работу, кто хочет трудоустроиться или пройти профобучение какое-то, то, пожалуйста, примите самые активные участия, звоните на телефоны прямого эфира. Я их назову, это 32-00-66 и 32-11-66. Все вопросы сегодня будут выходить, пройдут в прямом эфире, и наши уважаемые гости, милые девушки, ответят. На них, я думаю, очень подробно, доступно, доходчиво. Ну, что ж, ну, иногородние тоже могут дозвониться до нас, вдруг такие желающие тоже быть в городе Якутске и найти, может, работу здесь, в столице. Тоже задать могут свой интересующий вопрос, набрав 8 гудок 411-2 и номера телефонов прямого эфира. Ну, и так, я хочу задать вопрос Иванне Дмитриевне Аргуновой. Пожалуйста, вот расскажите нашим телезрителям и радиослушателям о том, вот, о создании молодежной биржи труда. Когда она была создана, каков коллектив там, какие задачи вы решаете сейчас? В целях организации работы по занятости молодежи в городе Якутске была создана наша молодежная биржа труда «Импульс» в апреле 2016 года. То есть нам в этом году, в 2021 году, исполнилось 5 лет. Мы предоставляем государственные услуги в сфере занятости населения, молодежи, молодым гражданам от 14 до 30 лет. В нашем отделе работает всего 6 инспекторов. Предоставляем государственные услуги, прежде всего, это содействие в поиске подходящей работы, социальная адаптация, психологическая поддержка безработной молодежи. Также временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Также государственные услуги по профессиональной ориентации. Также содействуем при создании своего дела предпринимательской деятельности. Также мы помогаем безработным молодым гражданам при переезде и переселении в другую местность. И содействие по занятости гражданам с инвалидностью. Ну вот так вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы поняли, на что направлена сегодня деятельность молодежной биржи труда. Поэтому по каким-то отдельным направлениям, которые сейчас рассказала Ивана Дмитриевна Аргунова, вы можете задавать уже свои вопросы, готовить их прямо сейчас буквально. Ну и что, я думаю, что, ну, конечно, испытывает ли молодежь трудности в поисках работы? Конечно, понятно, что испытывает, да. Но какими инструментами пользуются молодежные биржи труда? Импульс, кстати, называется. За время работы молодежной биржи труда нами трудоустроено более 12 тысяч молодых граждан. Это с 2016 года. Что составляет более 50% от общего числа обращаемости за поиском работы. Если смотреть в целом, сколько молодежи составляет в целом числе безработных, то это ежегодно наша молодежь составляет от 40 до 45%. Как и во всех социальных сферах, у нас есть граждане, которым требуется однозначное внимание, которые испытывают трудности в поиске работы. Это прежде всего мы намечаем несовершеннолетние граждане, которые у нас состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в отделах внутренних дел. С данными гражданами мы работаем в соответствии с федеральным законом 120. В 2020 еженедельно принимаем участие по рассмотрению правонарушителей в комиссиях и по постановлению комиссии содействуем в занятости и в поиске подходящей работы неработающих и нигде не обучающихся несовершеннолетних граждан. Далее к нам обращаются молодые граждане с инвалидностью. Для данных граждан мы работаем в соответствии с индивидуальной программой аплитации инвалидов, где четко прописывается, какая работа подходит для данного гражданина, на какие профессиональные обучения может претендовать, и по состоянию здоровья, что ему четко не прописывается труд, какой труд не прописывается. И одной из немаловажных наших направлений являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это данные граждане претендуют на выплату пособия по обезработице в размере среднемесячной номинальной исчисленной заработной платы в нашем регионе. Кто претендует? Это граждане, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, от 16 до 23 лет, впервые ищущие работы и ранее не работавшие. То есть они должны предоставить нам документы, подтверждающие эту категорию. Это выписка из лицевого счета застрахованного лица из пенсионного фонда, где четко прописывается, ранее работал, имеет стаж работы или нет данный гражданин, и предоставляет справку с отдела опеки. Далее у нас есть направление работы Молодежной биржи труда, содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений, высшего образования и среднего профессионального образования. По городу Якутску у нас функционирует межведомственная комиссия, в состав которой входят все учебные заведения, которые функционируют по городу Якутску. Мы ежемесячно по плану, переговорив заранее с учебными заведениями, для будущих выпускников студентов проводим встречи по вопросам активного поиска работы, проводим различные мастер-классы, в том числе по составлению эффективного резюме, который поможет им при трудоустройстве, при выпуске, и обязательно консультируем по вопросам неформальной занятости. То есть мы стараемся, чтобы при выпуске данные студенты получили всю необходимую базу и знания, и чтобы они были готовы к рынку труда. Да, ну вот видите, такой широкий спектр функций в Молодежной бирже труда, уважаемые телезрители, радиослушатели. Вы поняли, что, конечно, действительно разные категории молодежи у нас, все-таки, да, вы привлекаете вот к этому, чтобы как-то трудоустроить, да, помочь тем, кто затрудняется в поиске работы, да, после окончания высшего учебного заведения, средне-специального учебного заведения. Вот, поэтому телефоны 32-00-66, 32-11-66, они доступны сегодня в прямом эфире, то, пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. Итак, вот, а какие вот сейчас программы вот действуют для содействия занятости, вот, трудоустройства молодежи? Действует организация стажировки молодых специалистов в организации и на предприятиях, действующих на территории Республики Саха-Якутия. По данной программе могут воспользоваться молодые специалисты до 35 лет, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование, а также закончившие дополнительные образования, получившие, и при этом не имеющие опыта работы по полученной специальности, либо имеют опыт работы менее трех лет. То есть данная программа очень актуальна для молодых специалистов, она у нас в нашей Республике функционирует с 2016 года, и с тех пор нами трудоустроены в крупнейшие наши промышленные предприятия, такие как Акционерное общество Саха-Транснефтегаз, Вьетэк, Саха-Энерго, такие предприятия Сунтар, Автодор, ТТИК, то есть мы направляли наших молодых специалистов, Волусы, это ТИКСИ, Депутат, Сунтар, и радует то, что молодые специалисты, проходя данную стажировку, они оставляются на постоянное место трудоустройства. И сегодня я бы хотела информировать то, что у нас сегодня идет набор для трудоустройства, для прохождения стажировки в Акционерном обществе Саха-Транснефтегаз по трем вакансиям, это слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования третьего отряда, слесарь строительный и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Если сейчас нас слышат молодые специалисты, имеющие такие специальности, вы можете направить ваше резюме на нашу электронную почту или подойти, да, лично можно. Или можете лично подойти, взяв в руки все ваши документы, начиная с паспорта, заканчивая резюме и обязательно документы о вашей квалификации. Ну что, видите, уважаемые телезрители и радиослушатели, я обращаюсь к молодым людям, действительно есть возможность трудоустроиться, довольно-таки крупные наши промышленные компании, как Сахатранснефтегаз, да, но и другие, поэтому все в ваших руках, как говорится. 32-00-66, 32-11-66, телефоны прямого эфира. Ну а теперь, наверное, вот все-таки мне бы хотелось, чтобы, Ивана Дмитриевна, вы тоже разъяснили нашим телезрителям и радиослушателям, как обратиться в орган службы занятости, что для этого надо сделать? Сейчас мы работаем с начала пандемии в дистанционном режиме. Заявления на постановку принимаются через портал «Работа в России» или через государственные услуги. И далее, приняв заявление от граждан, специалисты принимают заявление и не позднее 11 дней, со дня подачи заявления в дистанционном форме, принимаются решения о признании или о подказе данного гражданина. Ну, дальше мы продолжим, конечно, эту тему, этот вопрос, на который я задал Иване Дмитриевне Аргуновой, руководителю молодежной биржи труда «Импульс». Ну, я думаю, что мы через несколько секунд вернемся в нашу студию после рекламной паузы и продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. Мы в прямом эфире передачи «Якутск». Сегодня слушайте и смотрите нас. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это передача «Якутск. Сегодня». Телефону 32 00 66 32 11 66. Напомню, мои собеседники сегодня в прямом эфире. Это руководитель молодежной биржи труда «Импульс» Центра занятости населения Республики Сахай-Якутия Ивана Дмитриевна Аргунова и исполняющий обязанности начальника отдела профобучения биржи Екатерина Анатольевна Федорова. Ну, вот как раз до ухода на рекламу мы говорили, как обратиться все-таки в орган службы занятости. Мы что-то добавить еще, да? Да, мы хотим добавить, кто может быть признан безработным и кому может быть назначена выплата пособия. Безработными не могут быть признаны граждане молодые, не достигшие 16-летнего возраста, отказавшиеся в течение 10 дней от двух вариантов подходящей работы граждане, осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, также предстающие документы, содержащие заведомо ложные сведения и перечисленные в статье 2 Федерального закона о занятости занятые граждане. Касаемо наших молодых граждан, это молодые граждане, которые обучаются в школах по очной форме, не могут быть признаны, а также пособия не назначаются тем, кто обучается в учебных заведениях по очной форме, тем гражданам, которые имеют предпринимательскую деятельность, которые являются учредителями и так далее. Занятым гражданам пособие не назначается. Да. Так вот, Ивана Дмитриевна, вот сейчас у вас вот такой проект, да, очень интересный, вот реализуется, готов, по-моему, к реализации, называется «Старт в будущее». Вот если можно, ознакомьте наших телезрителей, радиослушателей. Да, у нас с ноября 2020 года стартовал пилотный проект «Старт к успеху». Здесь принимают участие пять филиалов службы санятости Республики Саха-Якутия. Это город Якутск, город Мирный, Хангалайский улус, Мегино-Хангалайский улус, Верхоянский и Оленёкский улус. В рамках данного проекта мы ведем работу с гражданами от 16 до 30 лет, ранее не работавшие и не имеющие квалификации. То есть это те молодые граждане, которые никогда, нигде не работали и не имеют специальности. Выбрана именно та категория, которая испытывает трудности на рынке труда. То есть мы должны содействовать, либо направить данных граждан на обучение, начиная с профориентационных консультаций, либо же им найти работу, либо заняться своим делом. Если в начале проекта в пяти филиалах у нас состояло более 5000 молодых граждан, то на сегодня у нас зарегистрировано граждан данной категории 1270. То есть у нас темп снижения показывает на сегодня 72,5%. Это, мне кажется, очень хороший показатель для пилотного проекта. Наш проект длится до конца этого года, до 31 декабря. И надеемся, у нас будут хорошие результаты. То есть нами трудоустроено более 600 молодых граждан. Направлено на профобучение 19 граждан. Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и организовали свою самозанятость более 100 граждан. И иной занятостью уже занимаются около 500 граждан. Хорошо. Довольно подробно сегодня Ивана Дмитриевна Аргунова рассказала о деятельности молодежной биржи труда. Но все-таки, если какие-то вопросы есть, то, уважаемые телезрители, радиослушатели, задавайте их, звоните. 32-00-66, 32-11-66. А вот кто, согласно закону, не может быть признан безработным и получать пособие? Ну, есть такая категория, наверное. Закон что говорит? Закон говорит, что занятые граждане не признаются безработными и не претендуют на выплаты пособия. Также мы хотим обратить внимание для молодых граждан, которые у нас сидят по уходу до полутора лет за ребенком, которые получают пособие по уходу в управлении социальной защиты населения, а также граждане, которые получают в пенсионном фонде пособие по уходу за больными, за престарелыми, членами семьи. То есть гражданин должен выбрать, он не должен получать пособие государственное в трех организациях. Управление социальной защиты, пенсионный фонд или служба занятости. Выбор за гражданином. Да, скорее всего, выбор за ним, да? Да. Ну и вот теперь такой вопрос, а вот как должен уведомить гражданин о своем трудоустройстве или занятости? О занятости. Это обязательный момент для тех граждан, которые у нас состоят на учете в качестве безработного гражданина, который получает выплату пособия, которым из пенсионного фонда начисляется страховой стаж. Они должны о своей занятости обязательно уведомить в течение трех рабочих дней службы занятости. Мы принимаем такие заявления на электронный адрес «Моя работа собака. Сахасезен.ру». Так, у нас телефонный звонок. Мне показывает режиссер. Давайте послушаем вопрос. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я слышала, что можно через биржу труда свое дело открыть. Какая-то помощь есть? Так, у нас есть государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан. Гражданам, которые желают открыть свое дело, они в первую очередь заявления подают, проходят тестирование на готовность к предпринимательской деятельности. У нас работает по данной государственной услуге комиссия межведомственная. Назначается время, и готовый гражданин, который хочет открыть свое дело, он представляет свой бизнес-план, уже спроектированный перед комиссией. Если комиссия утвердит, то данному гражданину начисляется материально-финансовая помощь в размере 150 тысяч для приобретения, для открытия своего дела, и 2 тысячи для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо же открыть ООО общество с ограниченной ответственностью. Все понятно. 32 00 66, 32 11 66. Ну, теперь вопросы хочу задать вот исполняющий обязанности начальника профобучения молодежной биржи труда Екатерина Анатольевна Федоровой. Екатерина Анатольевна, вот ваши услуги вы представляете бесплатно, да? Да, наши услуги все центры занятости. Какие услуги вы представляете? Ну, наш отдел организации профессионального обучения и профориентационной работы, да? То есть, само название отдела, оно уже говорит о том, какие услуги мы предоставляем. То есть, это услуга профориентации, это услуга профессионального обучения, услуга социальной адаптации безработных граждан, и психологическая поддержка тоже безработных граждан. А кто может получить вот такие вот услуги? Ну, данные услуги, за данными услугами может обратиться. То есть, профориентация, она предоставляется гражданину, да? То есть, и незанятому, и занятому, и безработному гражданину. То есть, любой гражданин может обратиться. Психологическая поддержка, социальная адаптация, она предоставляется только для безработных, которые в установленном порядке зарегистрировались в службе занятости. И профессиональное обучение, есть, существует несколько программ, да? То есть, для незанятого населения по проекту местных кадров промышленности. У нас в этом году было направлено 10 граждан обучения по таким профессиям, как слесарь по оператор котельной и слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования. Также обучение проводится для безработных граждан. В этом году у нас направлено 56 безработных граждан. И есть у нас проект в этом году, да? Мы направляем федеральный проект содействия и занятости, национальный проект демографии. То есть, участниками данной программы могут быть как безработные граждане, граждане, которые ищут работу, ищущие, да? Граждане предпенсионного возраста, возрасты 50+, и женщины, которые сидят по уходу до 3 лет, которые находятся в трудовых отношениях, и женщины незанятые, которые воспитывают детей дошкольного возраста. А вот какие курсы вы предлагаете для молодежи? Ну, у курса, например, у нас были направлены в этом году такие курсы, как повар, кондитер. Также были направлены следствия по эксплуатации и ремонту газового оборудования, следствия по контрольно-измерительным приборам и автоматике, да? Вот такие вот, примерно, водитель категории B, переподготовка с B на C, например, если есть наличие категории B, естественно. Ну и по национальному проекту демографии, конечно, более 100 компетенций представлено по данному нацпроекту, то есть гражданин сам самостоятельно может через портал работы в России подать данное заявление. То есть через портал работы в России, о котором мы сейчас говорим, не только, допустим, можно подать заявление на постановку на учет, да? Да. На пособие. Ну, можно подать заявку на обучение, то есть выборов компетенцию, выборов учебное заведение, в котором бы он хотел обучиться, и, соответственно, подать заявку. Ну, там нужно обязательно, чтобы был логин, пароль, госуслуг. Ну, все-таки вот необходим, наверное, какой-то подбор граждан, да, вот на обучение. Есть такое у вас, какие-то требования? Да, подбор граждан мы делаем обязательно, то есть перед направлением, то есть гражданин, который обратился в службу занятости, куратор, который назначается с самого начала, да, он все пожелания гражданина он обязательно учитывает, выносит в карточку персонального учета. Соответственно, перед тем, как направить на профобучение, мы его формируем, этот список нашей, с нашего катарсиза, да, и приглашаем данных граждан, то есть мы вначале, конечно, делаем обзвон, потому что обзвон иногда показывает, что гражданин, во-первых, не готов, да, либо находится в отъезде, либо трудоустроился, и, соответственно, потом мы приглашаем данных граждан на анкетирование, на профориентационное тестирование, да, и в дальнейшем также проходит собеседование с учебным заведением, да, то есть какие условия обучения, как он будет учиться, в дистанционном формате теории дается, ну, вопросов обычно у граждан очень много, и, соответственно, собеседование с работодателем, который готов принять данных граждан после прохождения обучения. Но все-таки вот на что должен прежде всего обратить внимание, да, вот молодой человек, скажем так, молодой гражданин, вот при поисках работы, да, что вы можете... В первую очередь, конечно, нужно составить грамотное резюме. Резюме в первую очередь. То есть мы проводим такие занятия, и не только молодежь обращается за данной услугой, да, чтобы обычно любой гражданин сталкивается с таким вопросом, как же его, во-первых, составлять. И, во-вторых, конечно, нужно указать ошибку очень многих молодых людей, да, что как составить. То есть обязательно должна быть желаемая должность указана в резюме, обязательно должен быть прописан опыт работы, должен быть обязательно образование, дополнительные сведения, что умеет человек, какими навыками он владеет. Это должно быть обязательно прописано в резюме. Хорошо. Ну что ж, мы сейчас вот, Екатерина Анатольевна, и я думаю, что наши телезрители-радиослушатели нас тоже понимают. Сейчас мы уходим на рекламную паузу. Через несколько минут вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире, напомню, гостей нашей студии. Это руководители молодежной биржи труда «Импульс» Центра занятости населения Республики Сахар-Якутия Ивана Дмитриевна Оргунова и исполняющий обязанности начальника отдела профобучения биржи от Екатерина Анатольевна Федорова. Вот, Екатерина Анатольевна, мы как раз говорили, да, о том, как составить резюме, да, о том, что нужно знать в первую очередь для того, чтобы найти подходящую себе работу. Да, пожалуйста, продолжим, да. И потом самостоятельно, и все-таки заниматься самостоятельно поиском работы, да. То есть, возвращаясь уже опять-таки к порталу «Работа в России», то есть там размещены все вакансии центров занятости, да. То есть возможность у этого портала очень большой. То есть можно просматривать самостоятельно вакансии, можно пройти, есть очень хорошая возможность пройти профориентационное тестирование, да. И не только профориентационное тестирование, можно пройти и на открытие, собственно, отдела, там есть как раз тестирование, готовы ли вы к самозанятости, психологические особенности характера, это вот возможно пройти. Конечно, если говорить о тех услугах, которые мы предоставляем, да, есть услуга еще профориентация, то есть она, конечно, это очень такой жизненный, важный вопрос, когда мы действительно сталкиваемся с таким вопросом, да. То есть когда мы завершаем школу, когда мы заканчиваем, но мы всегда встаем перед выбором все-таки, какой выбор именно профессиональной карьеры мы должны сделать, куда нам поступать, какую профессию выбрать. Вот этим занимается, конечно, наш отдел, занимается тем, что мы консультируем граждан, мы проводим профориентационное тестирование, да, то есть у нас сейчас такая возможность как раз-таки и есть, потому что мы приглашаем на тестирование в офис, приглашаем только по предварительной записи, да, то есть если есть желание, гражданин может обратиться и, соответственно, удаленно мы ему отправляем на электронную почту ссылку и, соответственно, он проходит и уже дальше идет консультация данного гражданина. И услуга психологической поддержки, да, социальной адаптации, то есть эти две услуги, они предоставляются только для безработных граждан, которые, вот, я как говорила, установлены на порядке зарегистрированных качеств безработных. За данные услуги, конечно, вот обращаются граждане часто, потому что вот как раз-таки социальная адаптация, она имеет такие занятия, как составить резюме элементы, да, как пройти собеседование успешно, какие вопросы бывают на собеседовании, это вот все в основном проходит, как пройти адаптацию в новом коллективе. Хорошо. Очень интересно, конечно, да, все-таки, да. Теперь у нас телефонный звонок, вот мне тоже режиссер показывает, давайте послушаем тебе тогда вопрос нашего телезрителя и радиослушателя. Алло. Алло. Ага, ну вот, видимо, не дождался наш телезритель и радиослушатель. Думаете, еще раз наберет. 32 00 66, 32 11 66. Мы ждем ваши вопросы. Ну что ж, теперь вот хотелось бы, чтобы вот мои участники сегодняшней передачи рассказали нам о тех мероприятиях, которые вот сейчас вот проводите, да, вы готовите проводить вот вот молодежные биржи труда, пожалуйста. Да, для содействия занятости молодежи у нас проводятся различные мероприятия, вот начиная с профориентационных консультаций. Да, да. Еженедельно офисом моя работа проводится дни работодателей по каждой четверг. И если остановиться на крупных наших мероприятиях традиционных, то в этом году, вот в сентябре месяце... Так, у нас телефонный звонок. Давайте все-таки вот наш телезритель, Надеюсь, слушатель пробился вновь. Алло. Алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Если молодой человек хочет поменять работу, то к вам может обратиться? Поменять работу. То есть я понимаю, так как молодой человек сейчас работает, да? Видимо, так. Да. Он может самостоятельно рассмотреть все наши вакансии на портале Работа в России. Там же может, если он еще точно не выбрал свою деятельность, то пройти тестирование, рассмотреть все вакансии, которые у нас размещены. А также он может подать нам, направить на нашу электронную почту свое резюме для содействия дальнейшего. Хорошо. Ну что ж, Ивана Дмитриевна, продолжим. Да, по тем мероприятиям, которые вы проводите. Да. В этом году, вот в сентябре, только недавно нам государственным комитетом по занятости населения второй раз прошла ярмарка онлайн, траектории карьеры. Наверное, все слышали. Слышали, да. В рамках данного мероприятия два дня проводились различные вебинары, семинары, мастер-классы и отраслевые площадки по своим вакансиям. А так, молодежной биржей труда ежегодно проводится фестиваль WorkFest, где мы приглашаем всю молодежь республики, можно сказать, и города Якутска. В рамках данного мероприятия мы также проводим вебинары, семинары, онлайн-мастер-классы и ярмарки вакансий. В этом году в рамках данного фестиваля нас обрадовало то, что очень много работодателей были, участники, которые готовы принять работу молодых специалистов. И без опыта работы было выставлено около 300 вакансий на свыше 600 рабочих мест. То, что радует, то, что мы мониторим, ежегодно все-таки повышается потребность работодателей для молодых специалистов. И вот в октябре, 20-21 октября, мы третий раз проводим молодежный карьерный форум. Он будет у нас проходить в формате онлайн через платформу Zoom. То есть первый день у нас 20-го числа будут проведены презентации учебных заведений для старшеклассников, учебные центры для незанятых и безработных. 21-го у нас стоит ярмарка вакансий, то есть она будет с 10 до часу. С 2 до 3 будет профориентационная часть для старшеклассников. И с 3 до 5 планируется онлайн-экскурсия. И параллельно будет проходить с 2 до 4 асессия для выпускников учебных заведений. Так, у нас телефонный звонок, слушаем. Алло. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, это профобучение. Как еще раз повторюсь, да, что все услуги центра занятости, они бесплатные, то есть гражданин может обратиться к нам. Для полной консультации по профобучению, конечно, можете, у нас у нашего отдела есть номер, по которому можно написать по WhatsApp, да, то есть мы можем назначить по предварительной записи прием данного гражданина. То есть номер наш 8962-735-3013, это номер нашего отдела, по WhatsApp, можете написать, и мы можем обговорить дальше с вами по времени, во сколько вам, когда можно, вам удобно будет подойти. Ну что ж, у нас осталось... Хорошо. Времени остается не так много, уважаемые телезрители и радиослушатели, но напомню, телефоны 32-00-66, 32-11-66, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, прямо сейчас звоните. Вот такой вопрос еще я хотел бы задать. Вот Иван Дмитриевне, скорее всего, наверное, да, или вот Екатерина Анатольевна тоже поможет. Вот, например, молодой человек решил вот устроиться на работу, но в другой местности, да, в другой УЛУС, там переехать, например, из города Якутска, да, вы тоже оказываете содействие же, да? Да, мы оказываем. Вот как процесс проходит у вас? Он должен быть зарегистрированным безработным гражданином. Первую очередь, да. Первую очередь, то есть если у него не городская прописка, то он может зарегистрироваться в своем УЛУСе и получить государственную услугу по переезду и переселению безработных граждан. Тут оплачивается переезд, это у нас временного характера трудоустройства может, и переселение, когда постоянное трудоустраивается по направлению службы, занятости, финансовая помощь, оказывается безработному гражданину и всей семье. Так, телефонный звонок у нас очередной, давайте послушаемте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже вопросы. В центре заняты все молодежи, в основном предприятия не хотят брать молодежь без опыта. Да. И у вас какие-нибудь рычаги, воздействие есть на них или какие-то стимулы? Понятно, спасибо. Вы можете принять участие на наших ярмарках, которые специализированы, специально для молодых специалистов, молодых граждан. Для таких онлайн-ярмарках у нас подбираются работодатели, которые готовы принять на работу без опыта работы. Все наши мероприятия мы информируем через нашу инстаграм-страницу. Так. Моя, нижнее подчеркивание, работа, нижнее подчеркивание ЕКТ. Подписывайтесь, и ежедневно мы выставляем вакансии. Так, ну что ж, вопросы последние минуты у нас посыпались. 32-00-66, 32-11-66. Ну что ж, Ивана Дмитриевна, что бы еще добавили к сказанному сегодня, обращаясь к нашим молодым гражданам? Ну, на сегодня молодежь, она у нас продвинутая. Она у нас... Креативная. Креативная. Хотелось бы им пожелать, конечно же, скорейшего трудоустройства. И хотелось бы напомнить, что это зависит от профориентации, начиная со школьных скамей. Если и слышат нас сейчас родители школьников, то обязательно проходите профориентационные консультации, тестирование. Пусть ребенок сам выбирает, кем он хочет стать, кем он хочет видеть себя в этой жизни. Тогда, конечно, все получится быстрее. Скажите, а вот может молодой человек временно трудоустроиться? Есть такая возможность? Может. А каким образом, вот как, что это происходит? Временное трудоустроение? Ага, временное. Ну, это зависит от заявленной вакансии. Если вакансия временного характера, то, пожалуйста, трудоустроение. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наша программа подходит к концу. Спасибо участникам нашей сегодняшней программы за их участие. Спасибо вам и тем телезрителям и радиослушателям, которые задавали свои вопросы. Напомню, сегодня в студии были руководители Молодежной биржи труда и импульсцентра занятости населения Ивана Дмитриевна Аргунова и ИО-начальника профориентационного обучения биржи Екатерина Анатольевна Федорова. Поэтому, я думаю, что, уважаемые телезрители и радиослушатели, обращайтесь в службы занятости города Якутска, а в частности в Молодежную биржу труда. На этом передача подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. До свидания. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова